Мага между Евгенией Томашевски и Дин Лирен закончилась. Торнамент закончился. Что вы можете сказать о этом игре? Да, я думаю, что это было довольно интересным. В последний ряду мы решили играть в честь. Очень интересная позиция. Я думаю, что это опасно для двух сторон. Может быть, объективно, это может быть опасно для двух сторон. Но из практического точки зрения, это легче играть с двух сторон. И это опасно для двух сторон. И я забрал все. И я думаю, что в игре я пошел в заблужденную позицию. Это было очень рисково для меня. Но, впрочем, это как мираклый escape. Блэк не имеет ничего конкретного. И после НФ-5, Блэк имеет выбор на выбор или продолжает играть. Но если он продолжает, это может быть рискованно для Блэк. Из-за человеческого точки зрения Иоанна. Что вы думаете об этом? Вы имеете в виду о том, что произошло? Да. После НФ-5 позиции это очень сложный. И я просто посмотрел на этот движение. Я знаю, что может быть НФ-6 это нормальный движение. Но я боялся от каких-то кинговых атаков. Да. Я знал больше о НФ-6, чем о Е-5. Это было очень важно. После НФ-5 я не уверен об эволюции этой позиции. Но я думаю, что мой игрок был естественным. И, конечно, он был очень сложным. Например, он был игроком на Д1 или не был. Если он был игроком на Д1 или не был, если он был игроком на Д1, то может быть НФ-4, что он играет на Ки-2, то он играет на Ки-2. Но он играет на Ки-2. И после НФ-5, я не видел ничего. Немного других вещей. Потому что если я игроком на Ки-3, то он будет немного оттенковаться. И другая не может быть на Д3. Если я игроком на Ки-5, то его биспо будет очень сильным. Если я игроком на Ки-6, то после НФ-4, Ф-5. Или Д6 или Д1, то я не видел никакой способ для Блэка для развития Ки-3. Поэтому я решил... Я думаю, что основная идея этой позиции – если Блэк хочет играть на победу, то он должен сделать это сразу, потому что Блэк будет консолидироваться и имеет какие-то шансы. консолидироваться. Поэтому я думаю... Я не знаю, если Блэк имеет что-то конкретное или нет. Да, так кажется, что Д3 был логичный результат в конце. Да, я надеюсь. Я не знаю. Но, окей, мы спросим на компьютер, и он... И он скажет. Очень сильный компьютер. Это важно. Да, конечно. Но... Что это ВИК-компьютер? ВИК-компьютер считает, что это балансная позиция. Но я не знаю, что другие компьютеры сказали. Мы об этом говорили. На самом деле, мы не пробовали сразу. Это не плохое в этой позиции. Торнамент закончился для вас. Какие можете сказать о результате в этом Гран-при и в целом серии? Да. Для меня наконец я играл в отличное турнире. Я не думаю, что я играл очень хорошо, но я играл в целом чесном и был немного счастливым. Поэтому я показал хорошие результаты. И я с удовольствием с этим. Ты с удовольствием с твоими результатами? Да, ты играл гораздо лучше после социала. Да, конечно. Но я думаю, что если я играл в социал каждый день, я могу попробовать сделать плюс 2. Мы должны подумать в следующем Гран-при игре для меня и не очень хорошие шансы. Когда я видел твои игры, я думаю, что ты никогда не был чуть-чуть в этом турнире. это уже большая успешность. я буду играть в качестве игры, но я не так риск играть для победы. Это естественное результат. Встреча мы говорили о твоих планы, а теперь мы знаем, что Волт и Блит и другие eventы. тоже. Желаю счастья на будущих eventах. Спасибо.